Богу и страх перед неизвестностью испытывает каждый начинающий предприниматель. Несмотря на то, что идеи есть, бизнес-план разработан, всё проанализировано, но неизвестность вызывает неприятные ощущения. Попробуем вместе с Антоном Ломакином разобраться, так ли страшно начинать своё дело. Антон Ломакин – человек, который решил начать собственное дело. И это, дорогие телезрители, вызывает уважение. Где родился, там и пригодился. Антон – генеральный директор успешной компании по защите персональных данных. Одним словом – кибербезопасность. Самое важное – это взять на себя ответственность. Потому что бизнес, когда ты открываешь, ты в первую очередь зовёшь людей сюда. Работает эта команда. Для меня успешный бизнес – это успешная команда. Насколько сформирована команда и как, честно, ты к ней относишься, с друг другом общаешься внутри коллектива, настолько будет успешен твой бизнес. Мои первые заработанные деньги были в 6 лет. Это мой первый 26 рублей рубль я лично на руки получил. 25 отложили мне на образование. К сожалению, советская система рухнула, и деньги обесценились. Да, но была стройка. Строители обтёсывали брёвна, и от них оставался кора. Ну, и я предложил им брать, на что они сказали – без проблем, занимайся. Ну, и у меня первый вопрос – сколько вы мне за это заплатите? Они меня повели к родителям, я думал, меня будут ругать. Но, оказывается, они договорились. То есть выдали деньги. Я, по-моему, купил жвачку тогда, пластилка была. Единственное счастье, по-моему, было второе – это молоко и хлеб. По-моему, тогда у нас сильно не было ничего. Как мы понимаем, человек, например, некий Иванов Иван Иванович, решивший поменять свою жизнь и начать с чистого листа в работе, вызывает у нас, внимание, двойственные чувства. Кто-то считает его отчаянным и безумным, а кого-то восхищает смелость и решительность. Отправлять на костёр, говорить, что ты неправ на текущий момент, неверно мыслишь, ну, как обычно, прорывные идеи, они ломают сложившиеся стереотипы. Поэтому, когда говорят, там, успешный бизнес из Якутии, выходящий на рынок Дальнего Востока и России, это неправда, но на самом деле это правда жизни. То есть сейчас, на текущий момент, мы, например, уже начали программировать для заказчиков из Москвы, прорабатываем вопрос сотрудничества с Израилем. И есть пару проектов уже на Дальнем Востоке. Грубо говоря, я работал уже в лаборатории ИГТ, учился в ПТУ, получил свободное посещение на третьем курсе и уже работал в лаборатории лаборантом, инженером. Потом, соответственно, параллельно подрабатывал в лаборатории компьютерной графики, там рисовал всякие интересные вещи, плакаты у нас и обслуживал компьютеры. Тогда родилась идея создать, зарегистрировать компанию. Деятельности компании связаны с кибербезопасностью. Это защита персональных данных, защита конфиденциальной информации, служебных тайн, всяческих всевозможных. Новый федеральный закон, например, соответствие 187-го федерального закона, это об объектах ключевой инфраструктуры. Как только вы начнете свое дело, придется столкнуться с различными препятствиями, которые нужно будет научиться преодолевать. Сидеть и бояться не лучшая идея для процветания бизнеса. Лучше всего попытаться взять свои страхи под контроль, а для этого нужно такое качество, как упорство. Да, никогда не сдаваться, всегда верить в свои силы. Это самое важное. Я очень люблю цитировать Генри Форда. У него есть интересная цитата. Он говорит, помните, когда самолет взлетает, он взлетает против ветра.